Здравствуйте, область спорта в эфире о самых актуальных спортивных событиях при Амуре. Расскажу вам я, Алексей Шевченко. Начинаем! Автогонки, баскетбол, шахматы и бадминтоны – эти спортивные дисциплины были в центре внимания на минувшей неделе в Приамуре. Краткий обзор событий в нашем дайджесте. Амурские бадминтонисты успешно дебютировали на первом командном первенстве Приморского края. Турнир будет проходить в четыре этапа. Стартовый сборная нашей области завершила на втором месте. В состав команды вошли представители Благовещенска, Диана Баранова и Катя Шурыгина и Константиновского района, Ангелина Щербинина, Кирилл Бондарев, Игорь Николаев. Третий этап чемпионата области по ледовым автогонкам, который прошел в минувшие выходные на льду Чегиринского водохранилища, изменений в турнирной таблице не привнес. В лидерах по-прежнему команда 101, на втором месте мотор 11-й бокс и третья занимают гонщики команды мотор Ростелеком. Напомню, до финала соревнований пройдут еще три этапа автогонок. В областной столице завершился региональный этап школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет. Соревнования проводились среди юношей и девушек. На площадке встретились команды из Хабаровска, Владивостока, Биробиджана и Благовещенска. К сожалению, родные стены представителям БГПУ не помогли, наши девушки в турнирной таблице оказались последними. А юноши завершили выступление на третьем месте. Пожалуй, самыми массовыми на минувшей неделе стали состязания физкультурников. В спорткомплексе «Юность» прошел муниципальный этап зимнего фестиваля ГТО. Более трех с половиной сотен спортсменов и поклонников здорового образа жизни решили проверить свои силы в пяти дисциплинах комплекса ГТО. Прыжки в длину, наклоны, подтягивания на перекладине, отжимания и упражнения на пресс. Каждый из участников этих тестов выкладывался по полной, ведь накануне только значки ГТО, но и путевки в сборную Благовещенска. На предстоящий в марте региональный финал Всероссийского зимнего фестиваля. За успехами и неудачами спортсменов наблюдали не только друзья и родные, но и почетные гости. И в продолжении темы здорового образа жизни в районе спич-фабрики Благовещенска поклонники зимних видов спорта уже второй год подряд проводят хоккейный турнир среди дворовых команд. В субботу и воскресенье юные хоккеисты завершили соревнования. Хоккейная коробка во дворе многоэтажек по улице Чайковского редко бывает пустой. Местные мальчишки с удовольствием гоняют здесь шайбу. Именно поэтому пропагандисты здорового образа жизни решили организовать хоккейный турнир. Правда, некоторые отличия от официальных правил все же есть. На площадке по четыре игрока, а сам поединок проводится без вратарей. Это добавляет матчам азарта и результативности. Соревнования проводятся второй раз, причем сразу в двух возрастных подгруппах. Близлежащие районы, район спич-фабрика команда, 17-й школы команда, кадетского корпуса, 15-я школа. И у нас есть еще такая социальная программа, можно сказать. У нас из садового, из детского дома ребята играют тоже. Хоккей среди дворовых команд, то есть ребята собираются поиграть. Для нас это очень важно, потому что мы хотим зародить традицию. В турнире участвовало пять команд. Специальные награды, как командные, так и индивидуальные, выручают всем хоккеистам. В этом году старшей подгруппе сильнейшей стала команда «Тайфун» из 17-й школы. А среди хоккеистов младшего возраста победили ребята из 15-й школы Благовещенска. Евгений Дайвенко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. И в завершение выпуска анонс спортивных событий. В Шимановске в предстоящую субботу пройдут бои сильнейших боксеров при Амуре и соседних регионах. По предварительным данным в турнире будут участвовать около 140 спортсменов. В Тамбовке с 22 по 24 февраля состоится финальный этап 35-й областной сельской спартакиады по хоккею с мячом. Матчи пройдут на стадионе «Урожай». Открытие запланировано на 11 часов. В Новобурейском в предстоящие выходные пройдут лыжные соревнования среди школьников области. Победители примут участие в финале всероссийского турнира, который организовала газета «Пионерская правда». На этом все. Более подробная информация о предстоящих спортивных событиях размещена на сайте администрации Благовещенска и областного Минспорта. Смотрите программу в социальных сетях на нашем официальном сайте в эфире Амурского областного и общественного телевидения России. Будьте в спорте и до встречи! Партнер программы – торгово-сервисная компания «Макс Интер». 8 800 350 77 70. Высота, длина, глубина, мощный подъемник, точный развал схождения, грузовой шинный центр «Кордиант» от компании «Макс Интер». Новоселенка 8, дробь 4. Приезжай, машина. Большая и малая. Телефон для предварительной записи 58 31 77. Субтитры создавал DimaTorzok